Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашей литературной гостиной. Сегодня мы познакомим вас с творчеством знаменитого писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, академика Санкт-Петербургской академии наук, который провел много лет жизни в эмиграции, став одним из известнейших писателей русского зарубежья. Это Иван Алексеевич Бунин. Родился Иван Бунин 22 октября 1870 года в небогатой дворянской семье Людмилы Александровны и Алексея Николаевича Буниных. Старший брат Бунина, Юлий Алексеевич, оказал большое влияние на формирование писателя. Он был для брата как бы по-домашним учителем. Иван Алексеевич писал о брате. Он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук. Кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. Елец – город отрочества ранней юности писателя. Сюда привез его отец для того, чтобы продолжить учебу в мужской гимназии. В мае 1887 года журнал «Родина» напечатал стихотворение «Нищий» 16-летнего Вани Бунина. С этого времени началась его более или менее постоянная литературная деятельность, в которой нашлось место и для стихов, и для прозы. Поэт печальный и суровый, бедняк, задавленный нуждой. Напрасно нищеты оковы порвать стремишься ты душой. Напрасно хочешь ты презрением свои несчастья победить. И склонный к светлым увлечениям ты хочешь верить и любить. Нужда еще не раз отравит минуты светлых дум и грез. И позабыть мечты заставит, и доведет до горьких слез. Когда ж, измученный скорбями, забыв бесплодный тяжкий труд, Умрешь ты с голоду, цветами могильной крестой перевьют. В 20 лет к Бунину приходит любовь. В редакции он знакомится с Варварой Владимировной Пащенко. Юношеский роман Бунина составил сюжетную основу пятой книги «Жизни Арсеньева», выходивший отдельно под названием «Лика». В 1900 году рассказ Бунина «Антоновские яблоки» признан шедевром новейшей прозы. В 1903 году Бунину присуждена Пушкинская премия Российской академии наук за поэтический сборник «Листопад» и перевод песни «Агаева». Важным событием в жизни Бунина была встреча в 1907 году с тихой барышней с леонардовскими глазами из старинной дворянской семьи Верой Николаевной Муромцевой. В 1917 году произошла революция, которая изменила жизнь в стране. В январе 1918 года Буни начинает вести дневник, в котором пишет о происходящих событиях из дневниковых записей и родилась книга «Окаянные дни», опубликованная в 20-е годы уже в эмиграции. «Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом много унизительного. Я слишком русский, чтобы бежать со своей земли», – писал Буни. «Решение покинуть Россию приходило нелегко. Все медлил и медлил Иван Алексеевич. Но в начале февраля 1920 года на французском пароходе «Спарта» вместе с женой он покинул Красную Одессу». Иван Алексеевич Бунин. «В стороне далекой от родного края». В стороне далекой от родного края Снится мне приволье Тихих деревень. Поле при дороге Белая береза, О зиме до пашни И апрельский день. Ласково синеет Утреннее небо, Легкой белой зыбью Облака плывут. Важно, грач гуляет За сахой на пашне, Пар блестит над пашней, А кругом поют Жаворонки в ясной вышине воздушной, И на землю с неба Звонко трели льют. В стороне далекой от родного края Девушкой весною Снится мне весна. Очи голубые, личико худое, Стройный стан высокий, Русая коса, Весело ей в поле Теплым ясным утром, Мил ей край родимый, Степь и ширина, Мил ей бедный север, Мирный труд крестьянский, И с приветом смотрит на поля она, На устах улыбка, А в очах раздумья, Юности и счастье, Первая весна. 10 ноября 1933 года газеты в Париже Вышли с огромными заголовками Бунин Нобелевский лауреат. Впервые за время существования этой премии Награда по литературе была вручена русскому писателю. Всероссийская известность Бунина переросла во всемирную. В иммиграции Бунин писал «Все мы Россию, Наше русское естество унесли собою, И где бы мы ни были, Она в нас, В наших мыслях и чувствах». Чувство Родины особенно сильно проявилось Во время войны с гитлеровской Германией. Он не отходил от радио, Чтобы узнать правду о продвижении советских войск, А потом записывал услышанное в дневнике. «Все проходит, Все не вечно». За этими словами попытка Бунина сохранить мужество. Ничто не могло заставить его отказаться от мыслей о России. «Разве можем мы забыть Родину?» «Может человек забыть Родину?» «Она в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает. В письмах и дневниках Бунин пишет О желании возвратиться в Москву. Они глумятся над тобою, Они у Родина горят, Тебя твоею простотою, Убогим видом черных ад. Так сын спокойный и нахальный Стыдится матери своей, Усталой, робкой и печальной Средь городских его друзей. Глядит с улыбкой сострадания На ту, кто сотни верст брела, И для него ко дню свидания Последний грошек берегла. Бунин служил слову более 50 лет. Как никто другой Он помнит о связи древнен, О необходимости бережно Относиться он к прошлому России, Ее традициям, О роковом принадлежении ими. Давайте же и мы будем помнить об этом. Молчат гробницы, муньи кости, Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте Двучат лишь письмена. И нет у нас умного достояния, Уметь и же беречь. Хоть в миру сил, дни слова и страдания Наш дар бессмертный течь. Спасибо всем. До новых встреч нашей литературной гостиной. Субтитры создавал DimaTorzok